Вы смотрите отзыв об отеле Шоорвуд Бримс Резорт. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Элина 7, который был в нем в 2018 году. Отдыхали в начале июля 2018, 10 дней. Выбор сделали исходя из близости отеля от аэропорта, цена, первая линия. Были готовы в принципе ко всем минусам, которые описывались в отзывах. Семейка у нас непривередливая. Начну по порядку. Пегас туристик. Когда бронировали тур подбирали удобные рейсы, прилетели пораньше, выехали из отеля попозже. Нашли. Сказали, что нужно 2-3 тысячи, не помню, доплатить за подбор вылетов. Доплатили. Естественно, все вылеты поменялись 5 раз. Найдное. Это же чартеры. Больше не поведемся на это. Еще один минус трансферному гиду, который нас сопровождал на экскурсию по Анталии, экскурсию рекомендуем. Обратно из Анталии он решил сначала завести вторых дам в Саамы, отдаленный отель Ликеавору, и уже потом через Базгент в другие отели Белека. Жара в тот день была плюс 42, в автобусе были дети. Дорога составила обратно часа 2. Отельная гидка я, умничка. Всегда была на связи, все объяснила по отелю. Заселение, номер. В отель заехали в 7 утра. Зная, что заселение в 14 часов ровно, заранее в ручную класть положили купальные принадлежности и пляжную обувь. На ресепшн нам надели браслетики, выдали карточки для полотенец и предложили позавтракать. Завтракали мы всегда на веранде. Утром еще не так жарко. Приятно наблюдать за коренными жителями этого отеля, кот, кошка с трех котятами и воробьей. После завтрака пошли в аквапарк. Так там до обеда и пробыли. Заселили на первом этаже с видом на наш аквапарк. Номер оказался тихий. Да с санузлом архитектор намудрил. Так как сейф платный, мы сразу на ресепшн сказали, что пользоваться им не будем. В номере все стандартно, полотенца на каждого по трем. Банная, руки, ноги, тапочки, шампунки, мыльца, ниточки, иголочки, ватные диски, палочки, чай, кофе, сухие сливки, сахар. Мини-бар пополнялся ежедневно. Дозировки, пиво, минералка, вода. Вай-фай бесплатный, ловил по всей территории отеля и даже на пляже. Убираться пытались каждый день, но дети иногда в то время, когда приходила горничная, спали, поэтому мы отказывались. Постельное белье за 10 дней не поменяли ни разу. Полотенца в номере меняли. Пляжные полотенца можно было менять ежедневно в СПА. Территория. Ну, не видели мы грязных бассейнов. И вообще грязи на территории отеля не наблюдали. Вообще отель очень заботится об экологии. Раздельный сбор мусора, экологический стенд. Бассейнов 4, основной с большими горками, со средними горками и бассейн для малышей. Это очень удобно, каждый расположился, где ему нужно. Поэтому особых проблем с лежаками возле бассейнов не было. Территория компактная. За отелем погулять практически негде. Мы ходили на базарчик возле СМ Элеганс, там же есть и аптека. Действительно можно было организовать прямой транспорт до Белека. Но это уже не котелю, хотя могут и передать пожелания туристов тем, кто за это отвечает. Пляж. Убирали пляж регулярно. Лежаков нам всегда хватало. Заход в море мелкая галька, 1,5-2 метра от берега и взрослому человеку погруз. Хорошо это или плохо, сами решайте. Но такой заход у всех отелей в Басгенте. Есть пирс. Бара на пляже нет, приходилось бегать за напитками и едой на территорию отеля. Обычно в Турции на обед не ходим, перекусывали в баре на пляже. Поэтому его как-то не хватало. Также отсутствует детская мини-площадка под навесом. Вот не помешало бы. Частота и прозрачность в море зависела от погоды. Анимация. Вот здесь все отлично. Гимнастика, аква-аэробика, пляжные игры, дартс, стрельба из пневматического ружья, бэби-тайм и так далее все присутствовало. Ненавязчиво, ребята молодцы. Вечерние шоу разнообразные, естественно в ценовой политике отеля. Хотите представление уровня цирка Дю Солей, вам не в этот отель. Но все равно некоторые шоу очень понравились. Живая музыка после шоу ежедневно в разных стилях. Душевненько. А вот про дискотеку, которая начинается, кажется, в 23 часа 30 минут. Сказать ничего не могу, не были. Мини-клуб тоже не посещали. Один раз на пляже была пенная дискотека. Питание. Завтраки действительно аочень. Однообразные. В других отелях мы как-то этого не замечали. Все вроде как всегда чай, кофе, омлеты, выпечка, каши, сыры, овощи, оладьи, хлопья, фрукты. Но почему-то складывалось впечатление, вот именно каждый день одно и то же. Для нас большим плюсом был свежий апельсиновый сок на завтрак. Что касается фруктов, то их в наш заезд было предостаточно. Яблоки, груши, апельсины, виноград белый, темный, персики, абрикосы, нектарины, сливы, мини-бананы, арбузы, дыни и сладкая, спелая черешня. Обеды. На обеды ходили редко. Дети перекусывали фастфудом в баре возле бассейна, картошка-фри, спагетти, пицца-гамбургеры, жареная птица, овощи. А мы так иногда забегали в ресторан. Мне нравилась там жареная рыбка. Мороженое давали с 15 до 16, с 15 часов 30 минут венские вафли. Понравилось то, что мороженое фасованное, это позволяет избежать очереди. Обычно приходилось стоять на жаре, ждать пока официант накладывал мороженое. Брали сколько хотели, ограничений не было. Ужин. Как обычно в Турции, все самое вкусненькое на ужин. Да, говядины и баранины было мало. Курица всегда в разном приготовлении. Рыба в основном жареная, один раз была красная рыба, не поняла какая, один раз за 10 дней давали раков, мидий, суши и какие-то салатные креветочки. Суши это, конечно, громко сказано, но не турецкое это блюдо. А вот пасту, которая готовилась каждый вечер на веранде, рекомендую. Алкоголь. Употребляли только вино и пиво, в этом отеле ФС. Все. Более крепкие напитки в турецких отелях не берем. Дьюти-фри нам в помощь. Для детей напитки все химические, тоже везем с собой для младшего. Персонал это самый большой минус отеля. Действительно, в ресторане работают в основном граждане из наших бывших союзных республик. Обучены плохо. Они не знают, как работать при таком объеме гостей. Ходят как сонные мухи, не все, но основная масса. Эти ребята заметно отличаются от турецких официантов. Знаю случаи, когда хороший вышкаленный персонал вытягивал, ничем не примечательные отели в рейтингах. Администрации Шиорвуд Дримс Резорт необходимо обратить на это особое внимание. Лунопарк это, к сожалению, тоже минус, а не плюс отеля. Потому что, как уже много раз писали, работает он частично. И в очень неудобное время с 20 до 21, кажется так, то есть во время ужина. Ребенок был один раз, больше не захотел. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok